Я хочу всех поздравить с Рождеством, ибо в России это случилось в эту ночь. В эту ночь миллионы людей стояли в храмах. Всеночная была, то есть всеночная молитва в эту ночь произошла. И поэтому я поздравляю всех с этим праздником. Даже на фронте было перемирие. Сегодня даже затишье на фронтах. Нет стрельбы, нет выстрелов никаких. He's saying that today in Russia we're celebrating Christmas. So this night was special. Many people spent in church. So it's like very light, happy day. And even in a place with... Where the war is going on. Yes, the war is going on, so they are like not fighting. So it's like peace for today. И Рождество, в первую очередь, это Рождество Христа в себе. То есть это рождение его в сердце. Это рождение в духе. То есть когда человек обретает новое самоопределение. То есть он рождается в духе. Обретает так называемое Христосознание. The person is about to also be born in his spirit and to get this consciousness of Christ. Христосознание, значит, чувствуется, как Христос. What means? Воспринимает. Можно, да, покороче, чтобы было? Да, да, да. Хорошо, хорошо. What means to get this consciousness of Christ? Чувствовать, как Христос. It means to feel like Christ. Видеть, как Христос. To see like Christ. И действовать, как Христос. To act like Him. Для нас это очень важно, потому что наша жизнь тоже начинается с иного самоопределения. Когда мы получаем новое рождение. Когда мы получаем новое рождение. И начинается наша новая настоящая жизнь. И мы можем начать новое 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 рождение. Наша вечно новая настоящая жизнь. Наша новая новая жизнь начинается. Я выражаю бесконечную благодарность на стопах моего дорожайшего духовного учителя за эту щедрость. Это непомерную щедрость. Щедрость, которую я не смогу оценить по достоинству в обусловленном состоянии. И только в своем вечно свободном положении я смогу вернуть этот долг. Он очень благодарен. Он очень благодарен. И я не могу быть благодарен для этого. Для этого. форм материал like sadaka form but only in my spiritual form I will be able to realize what I what he has given to me и у нас сегодня праздничный стих 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 благодарностью this verse is connected with a great gratitude 73 стих у него есть у него есть секрет и этот секрет раскрывается в конце комментария а мы этот секрет будем продвигать в течение всего комментария поэтому я буду вносить некое я буду вносить небольшие коррективы в текст чтобы этот вывод который прозвучит в финале прозвучал наиболее ярко так что я буду корректировать так что я буду корректировать текст так что в конце свидетельство в конце секрет будет звучать more tangible, more bright. О, судьба. Секундочку одну, пожалуйста. Семь секреты. О, флейт. Я предлагаю тебе свои поклоны. В могущественном течении времени я достиг океана нектара расы любви Шри Радху. О, судьба. Я предлагаю свои поклоны тебе. О, флейт. Я offer my obeisances unto you. В могущественном течении времени я достиг океана нектара расы любви Шри Радху. Которую могут достичь только те, кто принял исключительное прибежище настроения в Манджаре. даже такие великие полубоги, как Господь Брахна и Господь Шива не могут получить на свои головы даже пылинки с её лотосных стоп. Мы видим здесь, как Прабхадананда благодарит судьбу за эту редчайшую удачу. Here we can see how Прабхадананда Сарасвати is very grateful for this very rare luck. And further we will see how all the elements will reveal themselves during the commentary. Комментарий называется Радха достижимая с течением времени. The commentary is titled She Rada who is attainable in due course of time. И сразу возникает вопрос Что? The first question is like what? Как это возможно? How it can be possible? Недостижимая самим Калой. Самим временем. Недостижимая самим временем. She cannot be attained by Калой by the time person. Ни Калой, ни Кали не могут получить на свою голову даже пылинки с её лотосных стоп. А здесь говорится, что достижимая с течением времени. Как это возможно? Это кажется противоречием. Это кажется противоречием. Но далее мы увидим как это разрешается. Как красиво это разрешается. Это противоречие разрешается. Дальше мы увидим как красиво эта противоречия будет решена. Комментарии Анатадас Бабаджи комментарий свой начинает сразу же с ярчайшего утверждения. Прабаданада Сарасвати starts his commentary from very bold and sweet statements. Простите. Анатадас Бабаджи Да. Простите. Анатадас Бабаджи Да, да, да. Шри Радха является олицетворением сладости. Шри Радха is sweetness personified. Давайте задержимся. Просто вот немного задержимся на этом. Мы почувствуем почувствуем в себе эту душу как есть такое утверждение почувствовать свою душу. Такое утверждение есть. и оно не лишено смысла. потому что у души тоже есть жизнь жизнь жизни. It's like the life of the life itself. Счастье 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 happiness of happiness itself. И это душа души это Радика и прислушивание к этому источнику нашей жизни и есть то к чему я сейчас призываю прислушаться к этому источнику жизни. Что чувствует Радика сейчас? Ведь она не может не чувствовать. Because she's unable she can she's unable not to feel. Она есть пхава, она есть чувства. Because she's feeling personified, she's бхава. Она всегда переполнена чувством. Every second she's overwhelmed with feelings. Настолько переполнена, что Мохан не может испить его одним глотком. She's overwhelmed so much that Мохана is unable to drink this nectar in one time. Он захлебывается в этой сладости. He becomes also overwhelmed with that sweetness. Пьянеет от ее крепости. And she becomes drunk because of her. Теряется знание. Теряется знание. And he is losing his consciousness. И не может пересечь этот океан. And he cannot cross that ocean. Что чувствует Радика сейчас? What Radyka is feeling right now? Это важно. Это важно. Это важно. Which is very important. Аспект сладости Господа покрыт осознанием его действительного положения и его доблести. God's sweet aspect covers over the knowledge of his actual position and his prowess. Я еще раз прочитаю. Шри Радха является олицетворением сладости. Божественной сладости. И рада is the divine sweetness personified. То есть это есть сладость Господа. Божественная сладость. сладость. it means that she is herself is the divine sweetness of God himself. И эта сладость покрыта осознанием действительного положения. То есть могущество. This sweet aspect covers over the knowledge of his prowess. Это необходимая защита. It is like defense. Necessary. Саримаджива Госвами пишет в своем комментарии на стих Бхагаваты. Так же как при пахтании космического океана появляется нектар, так же и преданный поклоняющийся Богу в его сладком аспекте пахтает океан божественного могущества Кришны мутовкой любви. И так получает нектары его сладости. Симаджива Госвами has written in his commentary on Бхагаватам 10.12. Just as nectar came forth from the churning of the cosmic ocean, so the devotees who worship God in his sweet aspect churn the ocean of Кришна's divine prowess with the pivot of love and attain the nectar of his witness. Я еще раз это прочитаю, потому что это нужно увидеть. То есть мы должны подходить к процессу самопознания образно. I will read again, because I want all of us to, not just to read, but to get these images through this reading. Не информативно. Not information approach, but image. Образно. Image. By images. Because image is followed, is filled with senses, yes, with feelings, with feelings. Нет образа, нет чувств. If there is no image, so there are no feelings. And vice versa, if there are no feelings, so you cannot get the image. Потому что образ есть выражение чувства. Because the image is the expression of feelings. A feeling is expressing himself, herself, in image, itself, in images. Абсолютная истина, она выражает себя в образах. And absolute truth is expressing himself in images also. Мы живем в них. We are living in that. И мы являемся образом чувств. And we are also ourselves, we are images of feelings. Образом её чувств. We are images of her feelings. Поэтому давайте ещё раз прочитаем этот, это важно. Так же, как при пахтании космического океана. Just as nectar came from the churning of cosmic ocean. И можно представить себе этот объём, когда полубоги, с одной стороны демоны, с другой стороны, при помощи Господа, который пришёл как Курмадев, чтобы держать на себе огромную гору, гигантскую гору, гигантских космических масштабов, мандару. И они тянут этого в асфуке гигантского космического змея, гигантских размеров. И вот это движение, вот это действие, такое странное, очень странное, очень странное, но тем не менее существующее в истории Вселенной действие, вследствие которого появляется божество, несущее, то есть дан в Антаре, соответственно, с нектаром в руках. Чаша с нектаром. You can try to imagine this process, this process of churning the Cosmic Ocean, this astonishing, actually astonishing, unbelievably astonishing image, picture of how they were doing these demigods and Asuras they were taking like this huge snake Vasuki and Vishnu himself he came as Kurmadev to hold this enormous mountain on his back Mandara mountain and how they were churning in cosmic these realms how they were churning this vast ocean to get the demigod with the nectar in his hand Danvantari came with the pot of nectar in his hand Kurmadev является божеством Stai Bhav and Kurmadev himself is a god of Stai Bhav And here it is предлагается поклоняться who is the sweetness of god we have read before that it is Radha herself So how we should bring this nectar then? And also for us the base should be Stai Bhav Who are these demigods and Asuras and who is the snake for us? So this pivot here it's a snake a pivot of love here it is said that it is a snake And I don't know any other snake than Ananta And here Ananta is Nitai himself or Ananga Manjari который помогает вращать эту гору эту гору сладости этот гириратсу Go Vartan расширяющие чувства Go Vartan So here this Ananga Manjari is a snake she's trying she's helping us to churn this big mountain move back and forth to get this nectar and this mountain is Go Vartan rising our feelings and making to arise all our spiritual feelings увеличение чувств чувства увеличивающиеся из стхайбхавы основанием этих чувств является стхайбхава And the base of that feelings the base is стхайбхава So this Go Vartan this rise of this feeling is because of this basement of стхайбхава стхайбхава это чувство Шимати And what is стхайбхава It is Шимати's feelings Это наша душа It is our soul без которой мы не можем жить Without We cannot live without her without our soul And при помощи этого процесса этого молитвенного молитвенного предстояния And because of this process with praying In this process we are going like different sides this side and that side Это невозможно Это невозможно It is impossible Это одна сторона Это невозможно и это всегда возможно для каждого Это невозможно и это возможно невозможно и это возможно Достоин ли кто-то Всевышней Любви Блаженства Блаженства Бескрайнего Сердца Ее Никто Никогда Но Любой и Всегда Любви есть закон Беззаконие Это Моно Оперы Моей Никто не достоин этой Любви и достоин Любой Дамудар Дамудар Прабху является тем кто наводит связи между этой невозможностью этим противоречием Дамудар И так извлекается нектар Нектар это наше самоопределение Нектар это сварупа Это книга Рада Раса Суданитхи подобна наводнению божественной сладости То есть мы только что занимались пахтанием океана депывая нектар А теперь нам дается представление о том как этот мектар расширяется бесконечно расширяется подобно наводнению И основанием этого наводнения то есть реками которые наполняют это наводнение являются причиной этого наводнения являются чувства чувства автора этой книги которые исходят из его сварупы эта книга Рада Раса Суданитхи подобна наводнению божественной сладости хотя сладость это квинтэссенция Бога она основывается на фундаменте могущества Господа здесь здесь говорится о том как раса основывается на татве но здесь нужно понимать что есть основание есть очень хороший пример связанный со строительством царства царь не будет царем если у него не будет царства there can be no king without kingdom не будет дворца there will be no king without a palace не будет тронного зала and without this throne hall не будет трона without throne itself не будет царственных одеж there can be no king without his king's garments и короны and of course his crown представьте себе обыкновенный человек в обыкновенных одеждах без окружения без всяческих атрибутов власти как ему доказать что он есть король как ему вызвать уважение к тем темам которые очень которые очень хочет донести ведь у царя у правителя есть идея как развить свое государство для того чтобы каждый обрел свое настоящее счастье чтобы каждый в этом государстве обрел свое настоящее счастье что и для того чтобы к нему прислушались к его мнению к его видению прислушались к его чувствам к его чувствам и в order people to listen to him to his ideas to his feelings необходимо могущество he should have some power необходим дворец and he should have some wealth some palace и у этого дворца есть фундамент and this palace has a basement for sure и чем выше дворец тем глубже фундамент the higher the higher the palace is so the foundation should be also фундамент это татва and this foundation is татва a чувство этого императора это это раса and the feelings of this king of this emperor is less else другими словами стены фундамент стены живут существуют для того чтобы сам император мог явить главную ценность своей жизни то что он чувствует и то что он чувствует он не скажет любому его скрытое тайное чувство будет облачено в покровы закона his innermost desires and feelings will be covered with the law outside and rules rules and law закон это татва and the law is татва а его суть а его суть суть закона это раса это нужно понять это нужно понять это не то чтобы без татвы не будет чувства we should know this we should understand this correctly i'm not saying that without татва you cannot have feelings татва это законодательное положение татва is like a law творческое выражение чувства it is some expression some artful expression of feelings это стены и убранство дворца татва татва is like walls and all decorations of the palace его фундамент and basement also foundation но без царя без царя без императора императорский дворец не имеет смысла без императора императорский дворец не является императорским дворцом именно император делает этот императорский дворец императорским и то что чувствует император то как он воплощает свои чувства и есть то главное зачем строится весь дворец смысл дворца в чувствах императора смысл существования татвы это раса без расы без расы татва бессмысленно без расы татва makes no sense раса это душа татвы раса is the very soul of татва без расы татва мертва without раса татва is dead но без татвы раса не может воплотить свои чувства в жизнь нужно понять эту взаимозависимость мы продолжим если бы не божественный аспект то сладостная форма Кришны его игры и качества покажутся мирскими поэтому Шрипада иногда упоминает величие божественного могущества Шримати для того чтобы усовершенствовать сладость этой книги сейчас в своем внешнем сознании он исключительно прославляет нынешний век Кали и говорит тот океан нектара любви Шри Радха постепенно достигается в ходе времени теми кто следует по стопам Манджари Слова в ходе времени или с течением времени здесь одна эта фраза она одинаково звучит означает сейчас пришел тот самый век Кали тот самый редчайший век Кали когда на землю снизошел Шичайтане Махапрабху this very rare type of Kali age that Шичайтане Махапрабху has appeared there It's It's not ordinary Kali It's редчайшее явление во Вселенной It's It's the most rare thing in the whole universe when when we can when we this secret when we can touch this treasure K этому пути Манджаре When we can touch this path of Маджава. Шримаджи Бхагасвами комментирует этот стих Бхагаваты. В дне Брахмы, который состоит из 14 эпох Ману. Шримаджи Бхагасвами комментирует этот стих Бхагаваты. В 28-й четвертичной эре, Чатур-юга, эпохи Вайвасвата Ману. В 28-й четвертичной эре, Чатур-юга, эпохи Вайвасвата Ману. А одна эпоха Ману состоит из 71 четвертичной юги. В конце Два-пара-юги Господь Галуки, Шри Кришна, не зайдет на землю для того, чтобы проявить свои игры во Бриндаване. At the end of Dvapara-юга, the Lord of Goloka, Шри Кришна, descends to earth to play his manifest Vrindavana pastimes. Здесь мы видим, как показан временной объем. Как в течение времени появляется этот коротенький, редчайший промежуток. Если мы возьмем объем всей Титур-юги, это 4 миллиона 320 тысяч лет. И умножим их на 14 Манвантар. И на 71 Чатур-югу, которые они проживают. Мы получаем 4 миллиарда 294 миллиона 80 тысяч лет. 4 миллиарда 294 миллиона 80 тысяч лет. Восемьдесят тысяч лет. 8 тысяч лет. Гигантский промежуток. It is enormous, enormous part of time. But this time really exists. And this very short part of time we can see in this enormous time amount. И здесь Шриппад прославляет вот эту удачу. Он говорит судьба. Спасибо тебе, судьба. Он благодарит судьбу за такую удачу, за эту возможность. Попасть в этот короткий промежуток времени. That he is able to be in this very, very short term of a very, very short amount of time. И получить это драгоценное сокровище. That he is able to get this precious gift. Суть океана Нектара. The essence of the Nectar Ocean. Чувство Шримати. Of Шримати's feelings. Которое проявляется как стаи бхава. That is expressed like стаи бхава. Из которой возникает сварупа. And сварупа is coming from this стаи бхава. Из чувства возникает форма. From feeling comes the form. После каждого такого низхождения Кришны. After each of these Кришна dissensions. В последующий век Кали. In the following Kali age. Нисходит особая аватара, именуемая Гаура. Из а dissensions of a special аватара, named Шигаура. И этот Гаура желает наслаждаться чувствами величайшей преданной Шри Кришны Шри Радхи. And this Gauura wants to relish the sentiments of Шри Кришна's topmost devotee Шри Радхи. И каким же образом он это делает? And how he is doing this? Как он извлекает этот нектар? How he is extracting this nectar? Как он пахтает этот океан сладости? How he is churning this nectar of sweetness? Yes, nectar of sweetness. Он следует пути Манджари. He is following the path of Mandjans. Шри Рамананда Рая говорит Махбрабху в читании Чиритамрите. Внутренняя причина твоего нисхождения — это наслаждаться чувствами любви Шримати Радхи. Your own private reason to descend was to relish Радха's feelings of love. А внешнее — это наполнить три мира любовью к Богу. And the outer factor? You fill the three worlds with love of God. — И мы видим, что здесь нет никакой границы. And here we can see no borders. — Между внутренним и внешним. — Between inner and outer. — Это внешнее, это следствие внутреннего. — Внутреннее, это причина внешнего. — The inner is the reason of outer. — Потому что как только Господь насыщается, как только Он прикасается к этим сокровищам, к этим дарам, — As soon as God is filled with these gifts, with this sweetness, — When He's filled with these gifts of feelings of Шримати Радхи. — Как Его переполняет как Его переполняет желание раздать это всем и каждому. — So He becomes overwhelmed with all this and He wants eagerly to give it all to everyone. — Любовь Махаправху называется «Унната Уджвалараса» или «Возвышенная эротическая чинка». — The love that Mahaprabhu came to bring was Unnata Ujvalarasa, the elevated amorous mood towards Krishna. — Возвышенное эротическое чувство Krishna. — The elevated amorous mood towards Krishna. — Чувство Шримати Радхики. — It is Shimati Radhika's feelings towards Krishna. — Это нужно понять. — We need to know this for sure. — Это её чувство. — It is her feelings. — Это её возвышеннейшее эротическое чувство. — It is her elevated amorous mood. — Мы не крадём Кришну у Радхики. — We are not stealing Krishna from Radhika. — Мы пахтаем её океан сладости. — We are churning her ocean of sweetness. — Мы помогаем ей достичь вершин своего совершенства. — We are helping her to attain the paramount of her perfection. — И превосходить их. — And even go beyond this. — And this gift is Anarpita Chalim Chirat. — And this gift is Anarpita Chalim Chirat. — Или его не давали долгое время. — Not given for a long time. — Для Вселенной это величайшее событие. — And for the whole universe, it's a very big thing, big occasion. — Это крупнейшее событие существования Вселенной. — It is the biggest occasion during the existence of the whole universe. — Это смысл её существования. — It is the reason of its existence. — Это смысл существования мира. — It is the reason of existence of the whole world. — И мы сейчас имеем возможность прикоснуться к этому, к этим дарам. — And we have a very good opportunity to touch these gifts. — Дарам чувства, которые рождают образ. — To touch these gifts of feelings which make images. — To touch these images — так, прикоснуться к чувствам, которые рождают образ. — Чувства, образ, да, чувства, которые рождают образ. — To touch these feelings which make images. — И, в конце концов, встать. — И обрести форму этого чувства. — And at the end, we can become these feelings. — И обрести форму этого чувства. — И обрести форму этого чувства. — And get a form, these feelings get some particular form. — И совершенные действия в этой форме. Так, дружба и служение Шри Радхи достижима в кавычках в ходе времени. Дружба и служение Шри Радхи достижима в ходе времени. Can you imagine friendship and service to Радхи has become attainable in quotation marks in due course of time? Четыре. Один раз. Одна возможность. Четыре миллиарда. Двести девяносто четыре миллиона. Восемьдесят тысяч лет. Двести девяносто четыре. Двести девяносто четыре. Восемьдесят тысяч лет. Восемьдесят тысяч лет. Есть ли это возможность? Есть. Но какова гарантия, что ты прикоснешься к ней? Никакой. И в этом удача, которую Шипада прославляет. Потому что эта удача неизбирательна. Потому что эта удача неизбирательна. Она спонтанна. И не имеет никакой причины. И не имеет никакой причины. И она не имеет никакой причины. Так дружба и служение Шри Радхи достижима в ходе времени. Достижима теми, кто принял прибежище настроения в Манджаре. Только это единственный путь. Не имеет значения, сколько они поклонялись Шри Радхе, такие благодетели мира, как Господь Шива, произнесший Тантры, и Господь Брахма, произнесший Веды. Они не могут получить пыль с ее стоп на свои головы. Потому что Радхика нуждается в том, что могут дать ей Манджаре. А обильное поклонение, вознесение молитв и прочее не решают ее проблем. Поэтому единственный путь – это путь Манджаре. О, судьба, поклоны Тебе. О, фей, это бейсенса, Сантехи. Мы можем присоединиться в этот особенный день, сегодня Рождество, и присоединиться к этому, к этой благодарности, благодарности и судьбе. И вместе со Шрипадой произнести это внутри себя. О, судьба, поклоны Тебе. В могущественном течении времени, те, кто приняли прибежище Манджаре, могут спахтать океан расы любовного нектара и так достичь в совокупности всех богинь удачи Шри Радхику. Кому известно, это эзотерическая практика, с помощью которой человек может получить нектарное служение Радхи в форме Манджаре? Кому известна эта эзотерическая практика, с помощью которой человек может получить нектарное служение Радхи в форме Манджаре? Кто, who knows this esoteric practice by which one can get the nectarian service of Шри Рада in the form of a Mанджаре? Мы должны искать тех, кому известно это, кто купается в этой речайшей удаче, кто обрел эту речайшую удачу, кто знает, кому ведомо это. We must seek for these persons who already are in this ocean, who knows all these esoteric secrets and practices. И так обрести плоды собственной удачи. And only in this way we can get the fruits of our good fortune. Шипада Прабхадананда говорит, посвященные служанки наслаждаются блаженством преданного служения в Кунджи. Шипада Прабхадананда says, Посвященные служанки наслаждаются блаженством преданного служения в Кунджи. The dedicated maid servant enjoys the bliss of devotional service in the Кунджи. Так и завершается комментарий Анна Тадаса Бабаджи на 73 стих Рада Раса Суданитхи. That's and the commentary of Шипада Тадаса Бабаджи on the verse number 73 of Шиши Рада Раса Суданитхи. Давайте прочитаем его еще раз. Let's read it again. И смысл его, надеюсь, что смысл его приоткроется нам больше. О, судьба! О, фейт! Я предлагаю тебе свои поклоны. I offer my obeisances unto you в могущественном течении времени в могущественном течении времени я достиг океана нектара Расы Любви. I have attained the nectar ocean of love Раса. шри-радху. Шри-радху. Которые могут достичь только те, кто принял исключительное прибежище настроение манджа. who is only attained by those who take exclusive shelter of the mood of the manger даже даже такие великие полубокие как Господь Брахма и Господь Шива не могут получить на свои головы даже пылинки с ее лотокс на стопы. Even the great devotees like Lord Brahma and Lord Shiva are unable to keep even a speck of dust from her lotus feet on their heads. Рады, рады. Если у кого-то есть какие-то вопросы или комментарии или дополнения. Рады, рады. У меня есть вопрос. Спасибо, Дамодар, тебе за лекцию. Мы вчера с тобой разговаривали, общались когда по поводу я вот так сейчас у меня просто пришли мысли по поводу Земли, по поводу Пхуми. Вот если в этом громадном бесконечном космосе, где множество разных планет вот здесь на Земле на этой планете, где мы живём, где когда-то явилась Шримати Радхарани и Кришна проявили свои игры, вот я бы хотел, чтобы ты немножко рассказал, как это вообще, почему Земля, почему вот эта планета, как она это заслужила, как она связана с этим, почему мы вот здесь на этой планете получили такую возможность, которую даже полубоги не могут получить. Анатолий become so fortunate. Спасибо, Нанте, за вопрос. Я постараюсь очень быстро ответить, потому что у нас немного времени осталось. Во-первых, я уже говорил, что не Бог принимает человеческую форму и человеческие отношения, а человеческая форма и человеческие отношения богоподобны. Именно эта форма существования, которая находится на Земле, является наиболее подходящей для духовного совершенства. Потому что в первую очередь способна прикоснуться к таинству чувств. Потому что только эта human форма способна touch этот рел человеческие чувства крайне важны для понимания Божественных. Human feelings are very essential to understand the divine feelings. и понимая свои чувства мы можем прикоснуться к этому таинству. и если мы можем понимать наши чувства то мы можем touch the realm of divine feelings и понимать их. поэтому здесь баланс между наслаждением и страданием. Здесь самое лучшее место и самая лучшая форма для того чтобы обрести это понимание. соединить человеческое с Божественным. Сделать huge связь. Йога всегда когда возникнет связь самбанха осознание этого вечного вечной связи вечных отношений. And when this йога will appear of this connection of this eternal relationships в человеческое сердце сразу поступит сигнал. And immediately in the human heart the signal will come. Сигнал счастья. The signal in a form of happiness. Сигнал особенного блаженства. The signal of some special bliss. Которое человек узнает. And human can recognize this signal. И это основание его веры. And it is the foundation of his faith. Это чувство основания веры. This feeling is the foundation of his faith. Которое развиваясь приведет его к величайшему чувству. And this faith is growing gradually will lead him to the biggest feeling. Mahabhava. Mahabhava. Вот. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады. Рады, примите. Спасибо большое за встречу. Когда вы сказали, важно не отнимать Кришну у Радхарани, я подумала, так же, и наоборот, не пытаться отнять Радхарани у Кришны. Ну да, конечно. не стоит разделять их. Радхарани неразделимы. Они душа друг друга. Их невозможно разделить. Радхарани живет только одним чувством. Радхарани is living only with one feeling. когда же, когда, 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 когда я увижу тебя. даже она рядом с ним, она смотрит его лицо и говорит, когда же, когда, когда я снова увижу тебя. буду ли я настолько удачлива, что когда-нибудь, когда-нибудь вижу тебя еще раз. мысли о нем это ее жизнь. Thoughts of him is her very life. Это ее пища, ее воздух. It's the air she's breathing, it's the food she's eating. Биение ее сердца. It's the beating of her heart. Поэтому невозможно, невозможно. Кто совершает эту ошибку, не следует пути Манджари. So it's impossible to divide them. And this person who is trying to divide them, it means that he's not following the Манджари's path. Так же, как и тот кто крадет Кришну у Радхики. And this person who is stealing Кришна from Радхика, he's doing this mistake. He's not following the path of Mantra. And he tries to feel his love to Krišna. What means stealing? It means that he himself tries to feel his love to Krishna. If he does this not through Radhika, so he will not attain anything. It is conceptual love. It is the conception of love. So don't divide these lovers. Don't divide these lovers. so please don't divide them. Don't try to do this. So now it's 10 o'clock. We need to end our class because devotees they asked me to end in time because they have service not to be late on their service. If you have an or an question or an or an you can it. But if you have some emergency question or emergency urge to express something to correct maybe please feel free to do this. Well then большое спасибо дорогие преданные что вы есть большое спасибо что вы есть говенда махини да переводите пожалуйста да да grateful that you are here that you are existing in my life thank you thank you that you are following this very rare path of Manger I'm very grateful for you for this asking 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 you for benediction that that there are no obstacles on my path of Manger and if there are some obstacles let them be like something to make this stream more forceful the microphone is not the microphone is not hear you maybe you want to Продолжение следует... 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 То есть это очень опасно, и это такие странные вещи, которые могут абсолютно разные приходить к нам, если мы не следуем правильному пути и следуем по стопам Манджари. Манджари — это даси, это слуга Радики, служанка Радики. Служанка — который готов к каждому моменту, чтобы служить, который требует каждому моменту, чтобы служить, который требует каждому секунду, готова устремиться и сделать все, что нужно в данный момент для своей славы. И это деса Чайтана Махапру. Это дар Махапрабу, и тот, кто берет этот дар и следует ему, это очень удачливая личность. И тогда он получает этот нектар из этого нектарного океана, и Дамодар сегодня про океан очень хорошо рассказал. Он очень хорошо объяснил, зачем нам даются эти человеческие тела, чувства. Ведь мы не обладаем, мы не понимаем, как себя животные чувствуют. Человеческие чувства тоже важны. Но если ты хочешь превзойти эти человеческие чувства, тебе нужны Божественные чувства. То есть например Нарвардхин-дила, Нарвардхин-дила. Это так как Нарвардхин. То есть как Нарвардхин, как как, реагируют, то есть как живая, как человек, как в нормальной позиции, Пытайтесь медитировать на это, да, Кришна чувствует все, что чувствуют обычные люди, он проводит такие игры, которые нам понятны, подобные человеческим, тоже он это делает не зря, для того, чтобы мы могли проникнуться этими чувствами и возвысить их. И Кришна-татва, он знает Кришна-татва, what is the meaning of Krishna, without Krishna, means without his energy? Translate. Он Кришна-татва-вета, он знает эту науку о Кришне. Как можно узнать Кришну без его энергии? А кто энергия Кришны? Это его хладиньи-шакти. 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 Селф-пояр. Я живу в этом. Быть гордым своей духовной идентичностью, что я, да. Я являюсь служанкой. И жить в этом, жить в таком сознании. И это реальность. Рады, рады.